Здравствуйте, дорогие друзья! Суккот – праздник, который мы называем «Время нашей радости». И давайте поговорим о этом празднике. Мы знаем, что этот праздник празднуется между Йом-Кипуром и между Симхат-Тара. Это такое необычное время. И у нас с этим праздником может быть много вопросов, на которые мы постараемся задать и постараемся ответить. Но первое, вы все знаете, что большая заповедь – благословлять на четыре вида растений, которые символичны четырем видам евреев, у которых есть и хорошие, и плохие вещи. Четыре разных вида евреев – от самых хороших, то самых плохих. И пишется, что только когда все вместе, когда мы единый народ, мы можем благословить еврейский народ. Именно это объединяет наши еврейские народы. Поэтому есть заповедь «Лулав», заповедь «Дитрок». Она начинается в этом году не с первого дня Суккот, потому что первый день Суккот – это Шаббат. Мы начинаем это с воскресенья. Обязательно с воскресенья каждый день нужно постараться благословлять Суккот, именно на «Лулав» и «Дитрок». И понятно, что основная заповедь, она так называется, заповедь Суккот, именно от Суки. Что такое Сука? Это шалаш. Какой шалаш? То есть это обычно мы делаем четыре стенки. Напишется, что достаточно в крайнем случае сделать две с половиной, если нет возможности. Вот. И самое важное в шалаше – это чтобы была тень. Именно тень от… Это могут быть листья, это могут быть специальные веточки, это могут быть даже нарезанные брусочки такие, которые обычно в наших регионах очень принято использовать для того, чтобы их не снесло ветром, не падали листья в тарелку. И крыша должна быть временная, очень важно, чтобы крыша была понятна вот этим крышей. Вот мы и делаем такие веточки. И именно Сука – это один из важных заповедей, которые у нас есть, и поэтому весь праздник назван Суккот. Когда еврей заходит в Суку, неважно, что он делает в Суке, в этот момент он исполняет заповедь. То есть заповедь, которая окутывает нас полностью необычным светом. Так объясняется в Кабале, что это есть два вида света, это свет Сови в Кулаумен, который окутывает всего еврея, и он заходит, понятно, что там надо вести себя соответственно, но более уважение к Суке проявлять. Но то, что если еврей просто зайдет в шалаш и просто там будет говорить по телефону, тем самым он все равно выполняет заповедь Суккот, он находится в шалаше. Каждую минуту, которая еврей находится в Суше, это очень важно, и это большая возможность выполнить заповедь Всевышнего. И очень важно заметить, когда мы празднуем этот праздник, и почему мы празднуем праздник. Этот праздник, его история такова, что когда евреи выходили из Египта, мы шли по пустыне, и в пустыне у нас были облака славы. Какие облака славы у нас были в пустыне? Это вообще по Недрашу это объясняет, что это семь облаков славы, четыре, понятно, по краям, они защищали от врагов, другие спереди, от диких зверей там, был по краям, понятно, был внизу, которые убивали всех нехороших гадов и скорбионов и змей, да, и разравнивали почву, и был облака славы, чтобы евреи шли в тени. Вот, и нас как раз интересует именно то облако, чтобы евреи жили в тени. Почему именно то облако, которое евреи жили в тени? Потому что это облако, евреи как бы не нуждались в этом облаке, это было добавочное облако, которое Всевышний сделал именно для нас, да, чтобы мы шли спокойно по пустыне, и нам было комфортно. То есть это именно поход с комфортом, то есть мы шли с комфортом. То есть когда на улице жарко, когда светит солнце, мы знаем, что даже бедуины тоже ходят по пустыне, как-то они ее пересекают, да, но самый процесс, который Всевышний нам дал, это основные облака, которые закрывали нас именно от тени, давали нам тень, это называется облака славы, потому что мы шли не просто как, а мы шли в славе, то есть мы шли почетно, с почетом, и вот этот почет, и именно это напоминание, поэтому в шалаше, в суке очень важно, чтобы у нас была тень в суке, да, что с хак, который ложится, должно быть больше половины тени, то есть чтобы в суке обязательно была тень. Итак, мы поговорим об этом празднике, еще более очень интересный вопрос, который мы должны задать, пишется интересный вопрос, во-первых, а, почему этот праздник мы празднуем сейчас, когда выходили из Египта, мы летом, летом очень удобно и приятно сидеть в шалашах, вторая вопрос, да, который мы зададим, есть такое правило, если еврею очень тяжело сидеть в суке, да, то есть он от этого страдает, то еврей должен выйти из суки, он имеет право выйти из суки, не сидеть в суке. В Хабаде принято сидеть в суке даже, когда идет дождь, но, как правило, один из показателей, если идет дождь, это тебе неудобно сидеть в суке, и ты не обязан сидеть в суке, ты можешь выйти из суки, если идет дождь, и находиться дома, и даже кушать дома, то есть это одна из заповедей, которая очень непонятна нам именно в суке, она очень отличается от всех других заповедей, и об этом мы сейчас с вами поговорим. Итак, как мы сказали, что если человеку плохо и неудобно в суке, он может выйти из суки. Где мы вообще видели в иудаизме такие заповеди? Мы же знаем, что у нас все заповеди, на которые мы идем до самопожертвования, чтобы выполнить эту заповедь. Мы делаем все возможное, мы пытаемся это выполнить, и как бы нам тяжело не было, а заповеди, они нелегкие, легкими почти не бывает, мы их выполняем. Что значит, есть такая заповедь, которая говорит, ну тяжело, ну ладно, если тяжело. Опять же, надо понимать, тяжело, не все разрешается. Есть особые случаи, по которым разрешается не сидеть в суке, и с этим надо говорить с раввином. Но мы говорим о том, что бывают случаи, когда мы можем выйти из суки, как дождь. В кабаде принятый при дожде сидеть, скажем, если холодно, снег и все остальное, если человек не в состоянии сидеть, он не должен страдать в суке, он должен радоваться в суке. И причем это время нашей радости. То есть мы сидим в каком-то там шалаше, в котором холодно, и радуемся. Чему мы радуемся? То есть есть еще два аспекта, которые мы тоже упомянем в этом нашей беседе. Но мы постараемся ответить на главный вопрос, на два главных вопроса, которые мы задали. Как так, что мы можем выйти из суки, когда мы знаем, что сколько было гонений, как мы боролись за каждую заповедь, шли на самопожертвование ради маленьких заповедей. А тут нам некомфортно, и мы выходим из суки. Ну, это как-то очень сложный вопрос, который мы должны понять. И еще один вопрос, который мы задали. Почему мы делаем суккот, празднуем праздник суккот, именно в то время, когда у нас идет сезон дождей в Израиле, когда прохладно становится, и почему так странно мы находимся в время для заповедей. На самом деле, время для заповедей можно было выбрать любое, так как это не конкретное время. Мы ходили 40 лет по пустыне. То есть, могли сделать это сразу, когда было тепло. Но мы не делаем как тепло. Кстати, очень интересная еще вещь, один вопрос, который я не отметил. Это почему именно эта заповедь выделена, и мы ее празднуем. Почему мы не празднуем, что у нас выпадал мантом? Я не знаю, почему мы не празднуем, что с нами ходил колодец, праздник воды какой-то, еще что-то, куча вещей, которые мы можем праздновать. Но мы празднуем именно облака славы, именно то, что мы ходили с почетом по пустыне. Итак, перейдем на последний, на один из вопросов, который мы сказали, почему именно в этот период. Потому что мы должны показать, что это заповедь для Бога. Заповедь для Бога, когда все народы выходят из шалашей. То есть, ну, летом принято сидеть в шалашах. Ленин в шалаше, я там помню. Ну, я шучу. Мы сидим в шалашах, ездим на рыбалки, на кемпинги разные, лето, очень хорошо. То есть, если бы мы заходили в это время в шалаши, никто бы не подумал, что мы выполняем приказ Бога. Но когда, особенно здесь, в Казахстане, мы заходим, когда у нас ночью до минус одного, до минус четырех, обещают, да, то есть, мы заходим в шалаш под утро, в холодный шалаш, понятно, что мы не заходим туда кайфовать. Мы заходим туда, потому что это заповедь Бога. Да, то есть, понятно, что нам нравится, и мы получаем удовольствие, потому что мы находимся, и мы показываем, что это заповедь только для Бога, и не для кого другого. И в этом она и заключается, и в этом она проявляется. И так, это основной ответ, почему именно этот период. Но мы вернемся именно почему это другой период, почему мы говорим о том, что именно облака славы – это такая заповедь, которая нам важна. И именно это один ответ двух вопросов. Почему именно крыша нам важна, и почему именно мы, если человеку плохо, он может не сидеть в суке. Объясняется, что заповедь Суккот – это проявление любви к Всевышнему, к еврейскому народу. То, что все заповеди другие, все другие праздники, они связаны с каким-то нашим спасением, и мы празднуем это спасение, это еще не время нашей радости основной. Потому что, когда тебя спасают, это не значит, что тебя обязательно любят. Люди спасают раба, люди спасают своего хорошего работника, потому что они его любят, потому что им нужен работник. Почему спасает раба? Потому что им нужен раб. Почему спасает другой? То есть Всевышний вывел нас для служения своего, И если он пообещал нас довести, то он пообещал нас довести. Необходимым он должен нас обеспечить. Как мы обеспечиваем человека необходимым. Необходимость он нам дал. То есть необходимым он нас обеспечил. Но что мы говорим сейчас? Мы говорим немножко о другой вещи. Мы не говорим о необходимости чего-то. Мы говорим о проявлении именно любви к нам. Именно особого влияния, именно особой радости для нас. Потому что мы не просто шли, а мы шли с почетом. В этом проявляется любовь. Что значит проявляется любовь нас, когда мы проявляем любовь к другому человеку? Можно по-разному выполнить заповедь. Можно дать нищему дзадаку пожертвования только потому, что тебе его жалко. Потому что ты выполняешь. Можно дать из любви. Можно сделать больше, чем человек требует. Больше минимума. Это касается семьи. Как ты подаришь цветы. Как ты это сделаешь. Как ты это превознесешь. Как ты это сделаешь. Не обязательно это как ребенка. Есть приводит Мидраше, как мама, еврейская мама, которая не просто, когда ребенок обделался, извините, не просто она идет его мыть. Она его еще по дороге может поцеловать, потому что она его любит. То, что он так себя повел, то, что он сделал, он еще ребенок. Но она его любит, и поэтому это особый поцелуй. Так и заповедь Суккот. Это особый поцелуй, проявление любви Всевышнего к нам. Что Всевышний нас по-настоящему любит. В этом он проявляется в празднике Суккот. Именно поэтому он дал нам такую заповедь, чтобы мы сидели в шалашах и радовались. Чтобы мы радовались, что шалаш нас объединяет. Шалаш это в Кабале много чего объясняется. Я могу много вам говорить. Но сейчас я просто хочу сказать, что шалаш это место присутствия Всевышнего, в котором он раскрывается. Он сидит там с нами. Он с нами там находится. И поэтому для нас шалаш очень важен. И поэтому мы заходим туда из любви к нему и вспоминаем, что он проявил нам особую любовь, когда вел нас из Египта. Когда мы находились в пустыне, это была особая любовь, которая именно важна для нас, именно крыша. Еще один ответ, который говорит Кабала, почему достаточно две с половиной стенки. Это как бы обнимает. Всевышний нас как бы обнимает. Для того, чтобы обнять человека, достаточно слева и справа, там две с половиной стенки. То есть мы его обнимаем. Он достаточно, что обнял. Поэтому если нет возможности построить полноценную сукку, то можно сделать две с половиной стенки. Я мало видел таких, но бывало такое. И поэтому мы говорим о том, что именно заповедь суккот, это заповедь проявления особой любви Всевышнего к еврейскому народу. Именно поэтому, когда Всевышний зовет тебя в шалаш, и ты находишься в шалаше, и при этом идет дождь, то это уже тебе не нравится там. То есть ты страдаешь. А если ты страдаешь, то любящий отец говорит, иди домой. Тебе плохо, то есть я хотел тебе как хорошо, но если тебе плохо, тебе холодно, тебе дождливо, тебе капает тарелку. Я не хочу, чтобы ты страдал, ведь это заповедь, и есть проявление любви. Поэтому не страдай, зайди домой. То есть это как бы проявление любви. Есть еще другой комментарий, так я слышал, я не знаю, насколько он актуален, но пишется, что когда идет дождь, это нехорошая примета. Потому что он нехорошая примета. Всевышний зовет нас в шалаш. Мы приходим в шалаш, и тут же он пускает дождь, он как бы нас выгоняет из шалаша. То есть мы или накосячили, или мы ему немножко чем-то надоели, да, или он не хочет нас видеть в этот момент, не хочет проявлять память об этой любви. Не дай бог, да, то есть Всевышний всегда нас любит. Вот, и поэтому он как бы нас говорит, выходите из шалаша, мне не очень хочется, чтобы вы находились. И это некомфортно. И поэтому, если он нас любит, проявление любви, это комфортное сидение в шалаше. Поэтому дай бог, чтобы была хорошая погода, была тепленькая, и мы увидели настоящую любовь, что Всевышний хочет, чтобы мы сидели. Но в Хабаде говорят, очень интересно, даже когда отец выгоняет своего ребенка, если ребенок по-настоящему любит отца, даже если он накосячил, никуда не уйдет. Папа говорит, ты накосячил, иди вон отсюда. Он говорит, папа, я тебя люблю, никуда я не двинусь, никуда я не уйду. Здесь вспоминается пример, который приводит Медраж, это связано с Сукой, с праздником Сукот. Очень интересный Медраж. Медраж говорит так, у царя был преданный, не слуга, а преданный там министр или еще что-то. И этот министр начал косячить, его друг даже, не министр, а друг, управляющий. Он начал косячить, косячил, косячил, царю это доложили, сказали, слушай, он ведет себя неподобающе. И царь знает, что он ведет, он хочет его наказать, но он боится, не хочет его наказать из-за любви, он его очень любит. Он думает, что с ним делать, думает, что с ним делать, и он уже в конечном итоге понимает, что нужно приносить какой-то там, выносить приговор, нужно что-то сделать, нужно как-то его наказать. И он приходит к решению наказать этого человека, и тут он посылает слуг, чтобы его исполнили это решение, и слуги приходят, и что они видят, это мы говорим уже о будущем празднике, мы о нем отдельно поговорим, Симхат-Тара, когда евреи танцуют с торой, да, что он берет книгу постановлений царя, которую он, кстати, не выполнял, законы, и танцует с этой книгой, радуясь тому, что у царя такие, что у меня есть царь и есть такие хорошие законы, даже если я их не соблюдаю. Мы же знаем, мы евреи, то есть у нас есть и царара, у нас есть злой начал, иногда у нас не получается, не дай бог, что-то соблюдать, да, и то есть как бы и та ктора, которая нам дает, она может быть просто книгой, которую мы просто соблюдаем, да, потому что у нас нет выхода, потому что царь к нам это приказал, и есть та книга, которую мы берем в руки и танцуем с ней, потому что мы понимаем, насколько это хорошая книга, насколько это вещь для нас, насколько мы счастливы, что у нас есть, мы обладатели таких великих законов, В такой святой книге, как Тора И мы берем эту книгу и танцуем с этой книгой По кругу И радуемся Вы когда-то видели, чтобы кто-то танцевал С правилами дорожного движения Которые мы иногда нарушаем, наверно То есть я пытаюсь не нарушать Но всегда бывает Или с книгой, ладно, правила дорожного движения ставьте С книгой налогового кодекса С книгой налогового обважения Или с книгой законов любой республики И мы радуемся и танцуем с этой книгой потому что знаем, что эти законы хорошие, мы радуемся. Ну, я такого не видел. А тут мы радуемся, потому что Всевышний дал эти законы, мы радуемся с Лидком Тором. И вот эти слуги, которые приходят, чтобы наказать, не дай бог, этого помощника царя, они видят, что он берет книгу радости, книгу законов царя и танцует с ней. И они приходят, ему говорят, этот человек не может быть преступником, этот человек тебя очень любит. Даже когда он нарушает, он любит, он знает, что твои законы. Это все, и царь прощает это. И то же самое праздник Суккот. Проявление любви может простить самые высокие, не дай бог, грехи. И если мы действительно любим, если эта любовь раскрывается, то мы становимся над этим и делаем настоящую чуву. И эта чува уже из радости, потому что Рошана, Йом Кипур, который мы пережили с Божьей помощью, это было время гвура, который, как говорится, строгости. То есть это время, когда был день суда, когда нас спрашивали, когда у нас было служение в трепете. Это трепетные дни. Сейчас у нас служение в радости. В радости может служить только человек, который любит другого человека. Если раб любит своего господина, он радуется. Если муж с женой любят друг друга, и кто-то кому-то делает поручение, выполняя это поручение, он тоже радуется. Он радуется, что у него есть такая связь. И так далее. И так в нашей любви все, что происходит от любви и близости к другому человеку, оно происходит с радостью. Поэтому это время нашего веселья. Если тебе заповедь это, который Суккот, Митстер, тогда очень сложно. Хотел поговорить, затронуть вопрос, то, что происходит сейчас в Израиле, коронавирус, и запрет, страшный запрет, что человек, который не может поставить Суку, то есть у него нет Суки, он не имеет права пойти в гости к другому еврею на Суккот. Вы представляете? Такого никогда не было. Сука является местом гостей. И именно самый важный, это гость, это наши праведники, которые приходят посетить нас во время Суккота. В каждую Суку приходят праведники. Кстати, вопрос по правилам Израиля. Можно этих праведников сегодня пускать? Или нельзя? Или мы можем сказать, извините, нельзя? Штраф возьмут, 500 шекелей берут за то, что придет. У моих родителей, к сожалению, нет Суки. Они живут на восьмом этаже. У них нету своей территории. И они думали, что они придут на Суккот к другому человеку. Но они не могут прийти на Суккот к другому человеку. Я читал где-то в интернете, кто-то написал. По-моему, мой друг один, по-моему, Ташвом Амирзон написал, если я не ошибаюсь. Вот. Так в интернете там пишется очень интересная вещь, такая мышь. В наше время перед приходом Машеха Хаббат делает очень большую работу. Вся работа Хаббата, одеть другому еврею тфелин, пригласить его в Суку, это как раз и есть проявление любви к другому человеку. Накормить, проявить, одеть тфелин. И что сейчас? Злая сторона этого мира, обратная сторона этого мира, сопротивляется именно этому. Кто больше всего страдает в Суккот? Хаббат. Почему Хаббат? Мы не можем в Израиле одеть тфелин другому еврею, потому что есть опасность, что его можно заразить. И ты сам можешь заболеть. И это сохранение жизни. Мы не можем пригласить евреев в свой шалаш. Как может быть шалаш без гостей? Это ужас. И мы не можем сделать что-то другое. Ну и против этого есть лекарства. К сожалению, мы не успели намерно это сделать до Суккота, потому что постановления, которые израильское правительство приняло на Суккот, они очень тяжелые. И самое страшное, что эти постановления были приняты в последнюю минуту, как будто бы специально не сообщая никому. Это очень плохо. Если бы сообщили раньше, что не будут пускать Суккот, то люди, может быть, успели бы построить Сукку. И тогда я уверен, что Хаббат бы, как бы всегда, когда говорит, есть такое лехадхил ариба, что мы пойдем над всем. То есть, если бы мы знали, что не разрешает приходить другую Сукку, я думаю, весь Хаббат бы всем евреям строил Суки. То есть, он построил бы Сукку каждому еврею. Каждому еврею бы строил Сукку. То есть, был бы мельцем такой, чтобы каждый еврей мог войти в Сукку. И мы все больше и больше видим, что это положение, которое сейчас находится в Израиле, заставляет каждого еврея быть евреем не только в гостях, но и у себя дома. Превратить свой дом в особое место святости. Если раньше ты знал, что у кого-то есть Сука, и ты можешь прийти, сейчас ты знаешь, на это полагаться нельзя. Если ты знаешь, что ты забыл одеть Тфилин, и идешь по улице, ты знаешь, что где-то есть Хаббатник, который тебе этот Тфилин оденет. Если ты знаешь, что ты можешь прийти кому-то в гости на Шаббат, все это сейчас запрещено в Израиле. Я благодарен, слава Богу, что у нас не такая эпидемиологическая ситуация, что мы можем кого-то пригласить в Суку, пусть немного людей, но посидеть в Суке, потому что у нас, посмотрите, такая большая синагога, мы можем все равно находиться. Да, но каждый человек пытается сейчас сделать себе Суку, и это следующий этап. Я уверен, что в следующем году, если, не дай Бог, Машеях не придет, у каждого из евреев будет своя Сука, будет свои четыре вида растений, каждый это сделает, и каждый сможет праздновать. Я думаю, что с Божьей помощью Всевышний видит наше старание, и те, кто, к сожалению, не смогли построить Суку, они от этого сожалеют, и они не могут почувствовать эту любовь, и чувствуют, им очень сложно не сидеть в шалаше, они очень страдают от этого. Вот, я надеюсь, что это разрешится. В крайнем случае, как я говорю, мы платили иногда своей жизнью за заповеди. Если у человека нет Суке, может, он и заплатит 500 шекелей этого штрафа, для того, чтобы выполнить заповедь, если это не опасно. А мы говорим о другой вещи. Дай Бог, чтобы... Мы говорим о том, что дай Бог, чтобы этот праздник был очень веселым, несмотря на те беды, которые есть сейчас, несмотря на эту болезнь, чтобы мы могли прийти в шалаш, посидеть. Слава Богу, у нас есть большой шалаш на территории синагоги. Такой шалаш, в котором могут сидеть на расстоянии большом друг от друга все, соблюдая все дистанции, соблюдая все правила. У нас можно приходить не в одно время, а в разное время. И я всех поздравляю с этим радостным праздником, праздником, который мы радуемся, потому что Всевышний нас любит, а мы любим его. Это праздник особой любви нас ко Всевышнему и Всевышнему, к нам. И всех поздравляю с этим праздником и желаю быть любимыми Всевышним и радоваться этой связи, что у нас есть такой праздник и такая связь со Всевышним. Субтитры создавал DimaTorzok